Чао, дорогие мои, с вами передача Утренняя Почта, ее почтальон Валерий Утросин и наша гостья Мия. Всем привет, доброго утра. Мы беседуем с активистом движения Монталибера, пока вы пьете вашу утреннюю кафу. А ты тоже утреннюю кафу пьешь? Да, всегда. Первый раз в эфире у нас пьют утреннюю кафу. Поприветствуем это, так сказать. Начнем наш разговор. Где живешь, кто по жизни, чем занимаешься? Так, ну давай попробуем. Живу в Болгарии, само собой, по жизни. Жена, мать, путешественник, либертарианец и так далее и тому подобное. И чем занимаюсь? Да, всего понемногу. Вот. Особо что-то... Сейчас занимаюсь монтажом. В горы иногда хожу, детей воспитываю, мужа воспитываю, конечно же, это очень важно. И себя тоже. Вот. Скажи что-нибудь на болгарском. Моля. Заповядайте. Да. Вот. И еще много слов знаю, но не сейчас. Моля это типа пожалуйста? Пожалуйста, да. Хорошо. Очень близко с Черногорским. Моля, скажи, чем занимаешься сейчас в Монтелиберах? Так. Не всего, по чуть-чуть на самом деле. В основном занимаюсь монтажом роликов на МТЛ-ТВ. Недавно начала обучаться монтажу и, соответственно, теперь стараюсь применять знания на практике. Пытаюсь вести парочку социальных проектов, но пока что это получается не очень хорошо, но я буду стараться. Поделись, что за проекты-то такие. Давай я поделюсь, когда хоть что-то выйдет. Нет, ты сейчас поделишься, а тебя потом будут спрашивать. Мия, как твой проект? А ты такая... Не-не-не, мне хватает. У меня есть люди, которые с меня спрашивают. Не будем тыкать пальцем. Хорошо. Что тебе запомнилось из последних событий? Из последних событий? О-о-о! Я на квадроциклах каталась первой в жизни. О, это было очень весело, но очень тяжело. Казалось бы, садись и езжай. Но они очень большие и очень тяжелые. Вот. И было очень страшно. А на следующий день было очень больно. Все тело очень болело. Вот. Сегодня уже получше. Ну, то есть, ты сказала, больше никогда на этих квадроциклах не поеду. Сказала, больше никогда. И в пятницу мы уже едем снова, но уже с детьми. Вот. Хотите не только сказать, чтобы вы страдали, но еще и чтобы дети страдали. Да. Мы всегда так делаем. Чтобы было не обидно за себя. Постоянная рубрика «Факты о либертарианстве». Сегодня расскажу про проект «Свободное государство» «Фри Стейт Проджект». Инициатива, предложенная в 2001 году с целью создания общества, в котором государственная власть сведена к минимуму. Участники проекта договорились переехать в Нью-Гемпшир, чтобы создать там свободное государство. По состоянию на 2020 год, что-то старые какие-то данные, ну окей, в Нью-Гемпшире переехало более 4000 участников проекта. Нам есть к чему стремиться. Нам есть куда расти, да. И желательно поскорее. Они с этим с 2001 года занимаются уже 20 лет, а сейчас-то еще больше, уже 23 года. А нам-то всего лишь ничего. Еще пару лет, и скорее всего дорастем. Да. Да, но пожелаем им удачи, конечно же. Больше свободных городов. Нам вдвойне. Чего тебе сейчас не хватает? Времени. Времени не хватает. А еще гор не хватает. А еще рек не хватает. А еще людей не хватает. Скучаю по бару очень сильно. Вы там все тусите и веселитесь. А мы здесь сидим одинокие в Болгарии. Грустно. Ничего. Вам осталось-то срок отмотать всего ничего? Долго. 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 Еще. Еще долго. Ладно, не будем о грустном. Мы с нетерпением вас ждем. Эксклюзивный вопрос от меня. Помогают ли тебе либертарианские взгляды в воспитании детей? Или, может, наоборот, как-то мешают? Вообще, как это влияет на твою жизнь? Это очень сильно мешает, потому что приходится с детьми считаться. В старые добрые времена тебе побили в угол, поставили, и все в порядке. А сейчас вместо этого тебе приходится с ними разговаривать, объясняться, вести себя вежливо. Вот это все, знаешь, очень мешает, в общем. Короче, приходится себя вести с ними как с людьми, а не как с мелкими фиговинами, с которыми можно просто в угол поставить. Вот, так что в этом плане либертарианство не очень удобно. Никому не советуешь, я так понимаю? Никому не советую, но там уж по желанию. Но ты же их можешь выписать из либертарианцев за какое-нибудь случайное нарушение НАПА, и потом поступать... Это будет не очень честно с моей стороны. Так, главное не сказать, что я уже так делала много раз, но пока никто не спалил. Нет, на самом деле. Это был лайфхак от МИ. Пользуйтесь. Вообще-то это ты предложил. Ладно, ладно. У меня это было предположение, а ты подтвердила, что это работает. Я не знаю, может, не работает. Ты можешь сейчас сказать, что не работает. Не работает. Не-не, не работает. Не-не, НАПА, наше, все даже в отношении детей. Так, перейдем к Черногорскому. Может, тебе тут поможет немножечко знание болгарского. Я говорю слово, ты пытаешься угадать его значение, а может быть, знаешь. Слово печурка. 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 Господи, ну может быть, это перец какой-нибудь болгарский? Нет? Или печка? Нет. Печурка, печурка, нет. Тогда я сдаюсь, а то я могу долго гадать. Это гриб. Гриб? Обожаю. Обожаю языки. Вот, да. Нашел сам печурку. Я нашел гриб. Между прочим, интересный факт, наша Мотолибера-Сити стоит совсем рядом с поселком Печурица. Или Печурица. Печурица, точно, точно. Это грибное село, или как это еще переводится. А вы там хоть раз грибы находили? Ну, несъедобные, да, какие-то были поганки. Съедобные пока не находили. Надо там пошариться, на самом деле. Может, они и бывают. Почитать, почему так назвали село. Вот, как-то не надо в это лезть. Вы молодые, шутливые. А потом окажется, что там, я не знаю, грибные зомби и все такое. Ну и вы, незачем. О, вопрос тебе от Игоря Толстого, который он задавал на одной своей передаче. Когда ты не смогла к нам прийти, вот тебя этот вопрос догнал. Какие лучшие горы, по которым ты ходила? Черногорские или, может, какие другие? Так, ну, черногорцы меня, наверное, за это не очень похвалят, но я очень люблю грузинские горы. Вот, я там как-то была на Казбеге на высоте 5000, и после этого он у меня в сердечке. Вот. Ну, черногорские горы я тоже очень люблю и очень уважаю, и надеюсь по приезду в них, на них, погулять в них все-таки побольше. Вот. А Казбег тебе понравился именно из-за того, что вот высота такая, соответственно, там, наверное, другая какая-то... Ну, там, наверное, просто на 3600 у тебя уже выключают мозги, и ты там уже ничего не помнишь, и ощущение счастья осталось, но почему ты уже не очень сильно, как бы, понимаешь. Вот. А так, да, снег, камни. Как малыш человеку надо выключить мозги. Для счастья. Да. Кстати. Так. Вот у меня тоже мозг выключился, и я немножечко затопил. Это бывает. Ну, не мудрено, да. Следующая постоянная рубрика «Вопрос от гостя к ведущему», то есть от себе ко мне. Что ты хочешь в меня спросить? Черт. Прямо... Ну, а можно два вопроса или только один? Да можно два, посидим, поболтаем, там час-другой, какая разница? Нет, нет, ладно, давай по-быстрому. Ну, во-первых, как ты себя ощущаешь? Вот. Ты же постоянно сейчас летал Турция-Тбилиси, Тбилиси-Турция, я так понимаю. Как у тебя вообще? Ощущаюсь сейчас замечательно, у меня такой мини-отпуск, я встретился в Стамбуле с мамой, и гуляем по Стамбулу, плюс спало то напряжение, которое было в Либертиконе, когда везде надо было успеть вечером пообщаться, с утра пораньше бежать, раздавать флайеры, чтобы кто-нибудь побольше о нас узнал. Но в итоге я тут днем пару часиков поспал и чувствую себя отлично. Все, кайф. Так, и раз ты упомянул Либертикон, ну-ка скажи, как много девушек ты там видел? Девушек было приятно много. Супер. Поскольку Либертикон это студенческий фестиваль, не фестиваль, конференция, то особенно было много молодых девушек, что вообще радовало буквально всех. Совсем приятно. Вот. И, как мне показалось, в общем-то, это были грузинки, наверное, очень, ну, не, наверное, даже, а точно. Супер. Что по этому поводу сказать? Кстати, активно ходили тоже и среди оргов они были, и среди тех, кто на ярмарке представляли проекты, и среди, конечно, посетителей на автопати ходили. В общем, гендерный состав на Либертиконе был гораздо лучше, чем у нас в движении. Надо как-то... Только хотела сказать, есть куда расти, да, активно, причем желательно. Все, ладно, спасибо тебе большое за ответ. А у меня встречные вопросы от зрителей. Нефедов, 1976, спрашивает, когда откроется либертарианский клуб в Болгарии? С учетом того, сколько надо сил вложить вообще в любой клуб, а учитывая, что у нас тут Черногорский клуб в сердечке остался, то, соответственно, пожалуй-то и никогда, я так подозреваю. Но всяко, может быть, зарекаться не стоит. Слушай, ну у вас же уже надо переходить к серийному, не серийному предпринимательцу, к серийному открытию клуба. У вас уже есть опыт. Второй легче, третий легче. Десятый будете открывать просто вот так вот. Да, почему бы и нет. Можно кинуть клич. Реализуйте мечту Михаила Светова из сети либертарианских международных клубов в каждой стране по клубу. Возможно, к нему и стоит обратиться, да, вдруг тоже поспособствует. Записали в книжечку идей. Анонимус спрашивает, на какой странице после государства ты остановила чтение, и можешь ли привести какую-нибудь важную цитату из прочитанного? Я, если что, вообще не понимаю, о чем вопрос. Может, ты расшифруешь? Если что, я не остановила чтение, подлый анонимус. Я выделяю на это ежедневно час, как минимум, пытаюсь хотя бы по таймеру, но всего лишь пока что на сороковой странице. У меня целое уже очень много цитат выписано, но ни одну приводить не буду. Могу только всем посоветовать читать книжку после государства. Я все время путаю фамилию Шустов или Шустов, собственно, ее написал. А, вот какая книжка. Да, да, про ЭКЮ, да, да. Я так понял, очень интересная книга, занимательное чтение. Да, стоит вместо сказок на нос читать, но и стараться выйти в эту сторону. Хорошо, занес себе список непрочетанных книг. Расскажите о каком-нибудь личном событии, которое тебе запомнилось. Ну, кроме квадроцикла. Квадроцикла ты уже сказала. Черт, поднимут и меня так жестоко. Так, ну, 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 надо подумать, надо подумать. Ну, ладно, личное событие, это четвертая операция за несколько месяцев, собственно, начиная, по-моему, с конца ноября, ноябрь, декабрь, январь. Короче, за это время я переслала 4 или 5 операций на зубы, собственно. И далось мне это довольно сложно, как и мои челюсти. Но вот сейчас надеюсь, что это последнее будет. Вот. Как-то так. Теперь, так, у нас что-то немножко связь приторможает. Надеюсь, это не сильно в качестве. Да, черт. Ну, значит, с моей стороны. Ну, хорошо, в принципе, пишется в облако, значит, это мои просто будут небольшие фрезы. Ну, то есть, можно сказать, что зубы это теперь самое дорогое, что у тебя есть. Я так мужу говорю, если я буду от тебя уходить, имей в виду, импланты я тебе отдавать не буду. Это как-то не очень выйдет. Да. Теперь главное не положить зубы на полку. Теперь главное, да, беречь челюсть с молоду. Когда второй шанс дали. Ты теперь не будешь открывать вот в своем стиле это зубами пивные бутылки так хрязь. Черт. И вины пробки тоже придется оставить в прошлом. Что ж такое-то? Придется переходить на штопор. Ну, ладно, что поделаешь. Здоровье превыше всего. Предложи, кого бы ты хотела видеть в следующем выпуске. У меня убористый список, но у меня пока есть два человека. Это Никита Кориков. Хотелось бы его послушать. И Лика. Вот. Было бы здорово. И какие вопросы ты задала? Ты вот умеешь, конечно. Ну, Лике может задать вопрос, чем она сейчас, хотя этот вопрос и так будет, чем помимо работы с детьми она сейчас занимается, допустим, или с кем количеством детей она занимается. Вот. Корикову я даже не знаю. Честное слово. Вот. Что-нибудь придумаем, в общем. Можно будет дописать по ссылке ниже. Вот. Когда будет. Хорошо. Следующая. Рубрика «Code to Action». Призови людей делать что-нибудь, что ты сейчас считаешь важным. Ну, я всегда считаю важным созидать, а не разрушать. И если бы люди направляли свои силы побольше в созидание, а не в разрушение, то светлый мир анкапского будущего явно наступил бы намного быстрее, вот, нежели как мы сейчас в каком направлении движемся. Так что, ребята, созидайте, пожалуйста, вот, а не разрушайте. Можно даже созидать в своем направлении, которое вам очень нравится. Это уже намного лучше, чем вот что-то уничтожать. Если это сказать чуть повеселее, получится тост хороший. Ну, собственно, за утренний кафе, что бы не сказать. Ну, я в свою очередь призову традиционно подписываться на этот канал. Ставите лайки. Обязательно. Этому видео. И, я думаю, можно в два раза больше лайков как-то поставить, измудриться. Вот. Пишите комментарии, как вам эта передача. Пишите вопросы о следующем гостям. Помогите Мии найти специальный вопрос для Никиты. Помогите Мии. Помогите Мии. А мы заканчиваем передачу. Увидимся в пятницу. Все. Спасибо, Валера. Было очень здорово. Чао. Все. Чао. Хорошего дня. Записали. Сейчас немножечко надо поговорить, чтобы все составило. Продолжение следует.